Во имя Саи, Сына и Святого Духа. Такое начало или окончание обязывает очень ко многому. На проверку сказанное отправляется к Святой Троице во имя. Если во имя какого-то человека что-то делается, во имя Президента, значит ты его именем авторитет придаешь, потому такой приказ. Я останавливаюсь на том, что вот в этом маленьком храме, это совсем маленький храм, такое здание это небольшое, разделенное пополам еще, но его хватает, чтобы люди пришли. И вот заметьте, Господь благословил нас здесь быть, для того, чтобы мы достучались до Бога, в ворота Небесной Отчизны. У нас есть такое, чего почти нигде нет. Вот просто она на аллое. В изображении Христа лежит в Библии синодального перевода «Спецзаказ». Вот какая была там, в алтаре считали, батюшка подарил на бракосочетание. У нас девица выходила замуж, я так слышал и видел. У нас лежит Библия, мы прикладываемся к ней. А обычно на славянском языке лежит Евангелие. Нам кажется, ну и что? А в этом заключается почти все. Кто мы? Что мы знаем? У человека, вот детей приучите, что 5 органов чувств. А теперь посмотрите, на каких органах чувств основана наша вера. Ну что, какой орган? Первый – зрение. 80 с лишним процентов информации мы получаем через зрение. Увидели, помахали рукой. Увидели, какие облака, сверкают молнии. Какое строительство. Едем, смотрим в окно, на самолете. Все через глаза. Там звука никакого нет, только шум мотора. Значит, как мы должны Бога благодарить? В лепоту обличейся. То есть в красоту человеческого создания тела. Сын Божий, бессмертный, вечный, единый с Отцом Небесным. Он воплотился. В лепоту обличейся. Лепота – это красота, великолепна. Лепотой называется здесь конкретно наше тело. На обычном институте учатся пять лет. В медицинском – шесть. Вот здесь у нас кончил юноша. Я говорю, как ты? А он пока просто на низшей должности. А почему? Практику нужно. А вот, говорит, уже пройдет немножко времени, еще может год, я буду за вращатом терапевта. А что он знает? Ухо, горло, нос. Все. Ухо, горло и нос связаны. Потому что здесь одни и те же каналы идут. Шесть лет. Практика еще двадцать пять лет. И умрем, ничего не знаем, все болеем. Великое, дивное, Господи. Человек весь растет. Вот маленький он такой, дальше растет. Все увеличивается. Кости увеличиваются. Тело облегающая, кожа. Но есть один аппарат, который не увеличивается. А что? В ушной, там где-то, раковина, есть наковальный молоточек, который показывает звук. Если бы оно увеличилось, то у ребенка бы теперь со временем там, уже перешел бы на бас, на баритон. Одинаковое. Кто так сделал? И ты научись в этом размышлении найти Слово Божие. В ухо. А зрение, зрение, это уже другое. К окулисту пойдешь. Информации много. Приходят и через уши. А еще что? Обоняние. Нос. Это что у нас? Много занимает? В церкви-то мы не видим нигде, чтобы кто-то уверовал от обоняния. А у православных так. Мы там были, как на небе. Что? Ладан. Господь не оставлял Ладана. Нигде мы не считаем об этом. Но мы православные, мы это принимаем. Но должны разложить и увидеть себя за что. Все время надо благодарить Бога. Обоняние. Еще что? Вкус. А вкус у православных тоже есть. Просфора. Причащается. Язык. Но язык употребления. Это его не только чтобы есть. Определять качество пищи. Человек многое дает для того, чтобы было вкусно. А златоуст говорит. И вкус мы этот узнаем только пока в горта не проглотил. Ничего нет. А ты все хозяйство заложил за это. Чтобы было вкусно. Ты ешь то, что полезно. И осязание. Пощупать в темноте. Если люди рождаются слепо, глухо, немые. Они никогда не видели Божьего света. Не слышали ни одного слова. Не видели. Только по руке учат его там как-то. Я не понимаю как, но я видел этих людей. Страшно сказать. И какие они бывают добрые, умные эти люди. Им дают там кролика, кошку погладить. Он не знает что это, как она выглядит. Но вот теперь я подхожу к главному. Апостол Павел написал 14 посланий. Одно из них называется Кремлином. То есть столицу тогдашней мировой империи. 10 глава 17 стих. Вера наша от слышания. Не от того, что мы посмотрели, пришли на иконы. Вот я просто спрошу. А вы знаете сколько у нас икон здесь? С алтарем вместе. Да еще на хоруглах икон. Это икона. Здесь тоже икон. Я люблю математику. И посмотрел. Вот у нас 6 надписей здесь. Вот 2 на этой стене. 3 на этой. Ну и при выходе. Это очень редко. У нас 9,5-10 икон на одну выдержку из Священного Писания. У других нету. В тысячи храмах нет ни одного Слова Божьего. А вера от слышания. А не от того, что по иконам пошел. Да еще научили, как поклоняться. Поцелуй долбом стукни. Вот поцелуй, да бодни ее икону. А почему? Говорят, честь. Ну вы когда друг друга целуем лбами, после этого не бьемся же, как бараны-то. Что в церкви-то позволяете Христа долбить это лбами? И люди этого не знают. Поцелуй называется. Поцелуй, но не долбежка лбами-то. Это мы, глупые. Иконы. Я спрашиваю, что это за икона? Привезли откуда? Икона прекрасная. Ну, князь Данил Московский. Видите, как изображен? На руке у него храм. Это означает, его православили за то, что построил храм. Ни проповедник, ни одного дня не проповедовал. Но решила Московская патриархия, вот, спустя 500 лет после его смерти примерно, его колонизировать. И теперь долбят с лбами, ничего не зная про него. Понимаете, мы православные привыкли делать так, как нас научили. Ты делай, я не отрицаю, но и задумайся. Говорят, 8 марта, такой день плохой, понятно, день разврата можно назвать. В году 365 дней. В этот день самое большое число женщин или девушек, потерявших детственность. Смертельные, да еще придумали святого Валентина. А у православных тоже он мироносец, день женский. А теперь Петра и Феврония. Ну, ты узнай сначала биографию. Я коротко только скажу, чтоб ты знал. Я звонил, когда узнал биографию, звонил юристам, звонил врачам. Она знала травмами, как лечить. Князь раненый пришел, он ей понравился. Князь, а она-то никакая, ну, простая крестьянская девушка. Но ей захотелось быть княгиней. Она его лечит, но одну рану не лечит. И говорит, если на ней не жалишься, не буду дальше лечить. Авантюристка, самая настоящая. Я говорю, а сейчас к врачу придет сын губернатора, и она поставит такое условие. Это подсудное дело? Да. Врач обязан лечить. А не о том, как удачно выйти замуж. Это в биографии, в житиях святых написано там все. Он уходит, вроде бы да, опять заболел. Никто не может, а она знает. Что она там, наговоры какие, настойки делала, мы не знаем. В конце концов, она принуждает его жениться на себе. Вы примерьте маленько все. И это в образец ставят. А какая заслуга? Они в один день умерли. Да в один день умереть муж и жена, это очень плохо. Дети сразу сироты, круглые. Вот она умерла у нас, Анастасия. Ну, муж какой-никакой, детей не забрали, иначе детей сразу заберут. Великие люди, мы считаем, они в жизни своей что сделали, а это дело их продвигает теперь жены, как у Достоевского, у Льва Толстого и остальные. У Чехова. Она после него еще 35 лет жила. Мы маленько должны посмотреть. Мы говорим, ну а люди, которые неправильно веруют, анафемы им. Я стал смотреть. Анафема встречается два раза в Библии. Ну, один раз на 8-9 стих 1 главе Галатом. И в другом месте, анафема. Эти анафемы только на нас, на православных. Нам не надо никого проклинать, ни Емельяна Пугачева, ни кого. А почему? А написано, кто не любит Господа, анафема. Давайте проверим с тебя, любим мы его или нет. А Господь говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди. Любовь определяется делом. Мы сегодня слышали, накормил, напоил, посетил, навестил. Когда ты последний раз посетил узников? Когда последний раз больного был, где? И какую помощь оказал? Мы должны посмотреть на это. Мы каемся, проси батюшка, исповедуемся. А мне сегодня ночью вопрос задают. А почему в Греции исповеди нету? Пришли люди, любой подходит к причастию. А почему у нас исповедь, готовимся, каноны считаем? Как правильно? Я вам задам вопрос, и вы тоже задумайтесь. А было бы время апостолов, чтобы ходили на исповедь, а потом причащаться не было. И каждый, исследуя себя, и тогда пристал. Каждый сам по себе. Но в России было когда-то так. Иоанн Крыштадтский. Он не исповедовал. Он и Петр Хилю махнул на весь зал, на всю церковь-то. И все шли. Но покаяние было такое, что стены дрожали. А не так, что поеду я в монастырь, один грех там скажу, а если три греха, то меня батюшка прогонит. Столько уже наворочили. Тогда в другой монастырь поеду, там еще и скажу где-то. То есть человек хитрое создание. В этой лепоте столько намешано всего. В этой красоте. И вторая анафема написана. Если кто вам будет говорить, не то что мы проповедовали апостолы, даже ангелы с неба придут. И тогда не верьте анафемы ему. Галатам. Две анафемы. Да это про нас. Нам нужно научиться плакать. Выпросить у Бога это дивный, божественный дар, умилостивляющий Бога. Вот смотрите. Я коснусь надписи. Повторяю, что на одну надпись в среднем десять икон. В десять раз больше. Это в нашем храме. А в других за сотню лет, за тысячу лет никогда не было ни одной надписи. И сегодня в тысячи храмах может в одном только есть. А вера-то от слышания. У нас самое слышание там без икон только в притворе. Там выписала душа одна все. И Нагорную проповедь. И у нас точно так же в Барнауле. Давайте посмотрим на это. Я вот смотрю. Тут надпись одна есть. Очень хорошая. Есть в книге Библии две книги. 77 книг. Но две. Называется «Премудрость». «Премудрость Иисуса, сына Серахова». «Премудрость Соломона». И вот из Серахова мы смотрим, что там. Посмотрите внимательно. Я немножко шагну вперед, чтобы просчитать и остановиться. Посмотрите. Серахов. 24, кажется, 36. Или дооборот там. Так. Так человек, который постится за грехи свои. И опять идет и делает то же самое. Кто услышит молитву его? И какую пользу получит он от того, что смирялся? Пост не от того, чтобы пищу заменить. Другую пищу нам пост свою буду давать без мяса. А за грехи свои. Среди. Я за посты. Мы строго соблюдаем. У меня и среду пятниц у нас масла нету. Но. Писание говорит. За грехи. За какой грех мы в последний раз постились? Ну а какие грехи? Если ты не знаешь, я назову житие святого Василия Нового. А там Феодора Цареградская. Как душа ее шла по мытарству. 40 дней, мы говорим, старочины. А что это? Это 40 дней. Душа идет по определенным этапам. Таможням. Интересно. По Украине вот говорят. Оно так и называется. Мытница. Мытарство. И там все эти грехи. Мытарство определенное за пьянство. Когда пил. Какую брашку делал. Сколько пил. С кем. Что. Как плясал. Другое. За ереси. Куда уклонился от истинной православной веры. За убийство. То есть на мытарствах нас проверяют под тем законом, которое Бог дал. Десятисловие. Виногорная проповедь. И все это от слышания. А мы не слышим. И как мы можем не нарушать. И там говорится. Вот. Допустим. Человек ненавистный. Он не прощает. Триста лет назад наши же обидели. А сегодня не прощают. У нас есть люди потеряевки. Которые в храм ноги не ложат. Их постепенно отбили. На занятия не стали ходить. Теперь вообще нигде их нету. Это кто так сделал? Богу это угодно. И человека еще нельзя сделать. Его заблокировали. Как говорят. Зазомбировали. Лишь бы от причастия батюшка не отлучил. От причастия священник отлучать должен через епископа. Не просто так. А как? Когда он богохульствует. Когда предателем сделался. А не из-за того что зашел в храм московской патриархии. Помолился. Все. Его сразу отлучат. И он умирает от страха. Что его причастие лишат. Он в царство Божие не войдет. Такого нет в Евангелии. Тогда прощения грехов не будет ему если не причастится. Нет этого. Причастие дает жизнь. Жизнь в радости. Павел говорит радуйтесь. Еще раз говорю радуйтесь. А не так что иконы такие нарисуют. Божья Матерь говорит. На базаре цыганку такую даже не встретишь. А она была. Подготовка. Подготовлена. Чтобы стать Матерью Иисуса. 5508 лет. 5508 лет после Евы. Бог подбирал кандидатуру. Так выразимся нашим языком. Какая же она была во всех отношениях. Даже Давид говорит. Был прекрасен. Там русоволосы. Прекрасен телом. То есть весь стройным был. И конечно Божья Матерь Богородица. По нашему паспорту. Мария Иоакимовна. Она была прекрасна. И вот когда мы начинаем. Рассуждать. Какой же грех. Самый большой сейчас. Я нахожу из святого Аполлоса. Он говорит. Страшнее блуда. Нет греха. И вот. Девятнадцать мытарств. Двадцать. Сорок дней. На каждом мытарстве. Два дня. Но на одном мытарстве. Блуда. Прелюбодеяние. И все что связано с этим. Садомиты. Ну. Связано с определенными органами. Гибнет больше чем на основе девятнадцати. Больше чем в Великой Отечественной войне. Больше чем в рекрестии Сталина. Больше. Это написано в житиях святых Евгения Ростовского. И вот здесь. Я беру только один грех. Итак. Человек который постится за грехи свои. Вот я в юности был. Согрешил. Сблудил. Теперь что. Только отошел опять. Как опять жилиться. Ян Амоскоменский об этом говорит в ярмарке суеты. Бог делает так что скована до смерти. Пока не умрет она тебе жена. Она изменила. Да. Но и тогда ты остался один. И опять идет и делает тоже. Это про кого говорится. Какое же это покаяние это. Ну ладно не знаю. Молодой был там. Неверующий был. Последствия такие длинные там. И алиментов. Все только нету. Но сегодня. Осознай. Остался без жены. Запятая. Нищей жены. А Павел говорит. Хорошо им остаться как я. Вдовела ты. Одна. Пройди этот путь. Иоанна Златоуста. Отец. Его секунд. Военачальник. Погиб. Когда он в люльке лежал. А может до двух лет. И она одна осталась. Анкуса. И она его воспитала. И так воспитала. Что на 1600 лет. 1500 лет. Мы помним. Был такой человек. И он все посвятил для того. Чтобы люди. Слышали. Слово Божие. Двенадцать томов. Пьяна Златоуста. Сохранившихся. А остальное погибло. Мы даже не знаем где. И когда мы начинаем рассуждать об этом. То должны взглянуть. В первую очередь. На самих себя. Какой я был. Когда Слово Божие не слышал. Ходил в храм. А меня бабушка водила. И что научила только икону лбом бить. А где Слово Божие. Ничего не знаю. Один раз попал. Баптистом. Уже ушел. Почему? А Слово Божие звучит. Хоть как-то. Но оно звучит. Поэтому нам нужно Словом Божиим заниматься. И особенно когда молодежь рядом. И когда она отходит от вас. Чтобы она была этим пропитана. Я не сяду за стол. Пока не прочитаю главу из Евангелия. Приучили вы их к этому? Ежедневно. Да не отходит книга сия от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Дабы в точности исполнить. Иисуса Новина 1.8. Далее Павел говорит Тимофею 1.4.16. Вникай в себя. Вникай. Не просто так. Исследуй себя. И мучения. То есть сравни. Сходятся или нет. И занимайся с ним постоянно. И так поступай. Спасешь себя. И слушающих тебя. Нам Бог позволил на стенах наших. видеть. Выдержки Священного Писания. Считайте их почаще. Смотрите. Какое грозное предупреждение. Человек постился. Молился. И опять тоже делает. Здесь приезжал к нам югумен не один раз. Теперь мы видим архимандрит. Авросий Юрасов. Это. Он отбил здание у КГБ. Где находился монастырь. Вообще. Это. Вещь неслыханная. Такой смелый где. Я говорю. И как. Добывает 120 исповедников. То. Мы всю ночь исповедуем. Ну и как. Да не те же грехи. Я говорю. Вы напоминаете. Вот как. Хозяйка в бочке. Помет куриный раскрутит. На. На поливку то. А села маленько. Успокоилась. На завтра опять то же самое. Одно и то же. А это написано. Обратиться. То есть. Покаяться. Есть такое слово. Покаяние. Это обращение. Поворот в другую сторону. Грех. Тебе должен быть омерзителен. Даже слышать не хочу. Я содрогаюсь. В этом грехе я был. Уверовал. Проходит день. Два. Три. Стоит на ногах. Дальше смотришь. Опять то же самое. Бог говорит. Родиться заново. Да у меня характер такой. Гневливый от отца. Это не от отца света. А от другого отца. Ты помни. На суд Божий. Предстанешь. Как это будет. Да. Многое в этой жизни. Не так. Как мы желаем. Но надо сравнивать себя. Желания мои сходятся. Да будет. Говорит. Воля твоя и на земле. Как на небе. Мы волю Отца Небесного должны познавать. Для этого мы пришли. Иоанн Златоуст говорит. Ты пришел. И ушел из храма. И ничего не узнал. Ты напрасно топтал. Эти дворы. Ты придешь домой. Не садись скорее за пироги. А домашним расскажи. Я был в храме Божьем. И сегодня нам считали. И Златоуста. И разъяснили место описания. Какие мы счастливы. И у нас начинаешь говорить. Глядишь, что это со стула не падает. Это не годится. Милостью Божией прошел Успенский пост. Впереди у нас событие. Престольный праздник. А почему такое необычное название? Необычное как? Ну. Князя Владимира. Это все знают. Сергия Радонежская. Храм Серапима Саровского. Простой пример. У нас сейчас деревня. Три Владимира. А мужиков то совсем ничего. Три. А имен то. Имен. Мужских 750. Ни одного большего орлама не было и не будет. Назария другого не будет. Да и втихий. Вот как Бог делает. Когда мы внимательно смотрим. Что нам святые отцы оставили. По календарю. И научайся через это. И благодари Бога. Узнай жития. Передай другому. Это касается каждого из нас. Да это мелочь такая. Иоанн Златоуста говорит. Не пропускай ни одной буквы в Священном Писании. Эти трубы Духа Святого нам прорекли. Вот я сказал. За что она. Господи. А как нам выкарабкаться от этого. Чтобы мы были лучшими свидетелями. Мы православные. Православные. Значит. По всем предметам. Мы должны пятерки получать. А не хромать. Не просто с костылями ходить. И так говорит. Ресталище. Это стадион. Многие бегут. Но награду получает один. Многие за тысячи лет бежали. Подвязались. Но не многие будут там. Много званых. Но мало избранных. Задача стоит спастись. Удобнее всего спасаться в православной церкви. И говорит Иоанн Кронштадтский. Мы никого не трогаем. Но скажем. Здесь с нами все святые отцы. Здесь почтение к Божьей Матери. Высказано. Здесь места Писания. Это не все. Это побуждительная причина. Искать большего. Близости с Богом. Делиться друг с другом. У нас на занятия некоторые не ходят. Перестали ходить в храм. И причина одна. Охлаждение. А она не тверстит. Погас огонь. Разжечь его очень трудно. Причина в ком-то ищет сатана. Но не в тебе. Виновен я. Вот тогда эта конструктивная программа тебя побудит начать с себя. Сегодня. Дай мне слез. Что я наделал. Сколько раз пропустил Слово Божие. Я отстал. В другом направлении иду. Ты себя на мелкого, как говорится, нашинкуй. И ты увидишь, как душа загорится огнем. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь.